Зритель мой, здравствуй! Знающие люди говорят, что его сильный голос стал тихим, а характер сильным. Бывший рок-музыкант стал настоятелем мужского Свято-Серафимовского монастыря, что на острове Русский. И сегодня о самом интересном и главном, о человеческой жизни мы поговорим с Игуменом Климентом. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! Правда говорят, что голос стал тихим, а характер сильным? Ну, кто-то так думает, наверное. А вы согласны с этим? Спорно. Спорно, да. Игумен Климент. В миру Сергей Станиславович Кривоносов родился 20 марта 1975 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. В 1992 году окончил среднюю школу с углубленным изучением немецкого языка. С 92 по 97 обучался в Нижнетагильском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Получил диплом по специальности учитель изобразительного искусства и черчения. В 14 лет окончил детскую музыкальную школу по классу аккордеона, после чего увлекся гитарой. В 16 лет создал свою первую школьную рок-группу, затем присоединился к музыкальному коллективу «Оват», став его лидером. Группа просуществовала до 2001 года, записав три студийных альбома. После окончания института подрабатывал в фирмах по производству наружной рекламы, писал картины на заказ. Весной 1999 года вместе с группой «Оват» переехал во Владивосток. Перед отъездом принял святое крещение в Свято-Троицком соборе в городе Нижний Тагил. В октябре 2001 года поступил в Свято-Серафимовский мужской монастырь на острове Русский. В декабре 2004 года пострижен в монашество с наречением имени Климент. 20 июня 2005 года архиепископом Владивостокским и Приморским Вениамином рукоположен в Сан-Диакона, а 23 октября 2005 года в Сан-Иеромонаха. В 2004 окончил заочно Владивостокское духовное училище и поступил на заочное отделение Московской духовной семинарии. 26 июля 2010 года назначен на должность настоятеля Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русский с возведением в Сан-Игумена. А каким вы были в детстве, Сергей Кривоносов? Каким был ваше мирское имя? Каким был мальчишка, честно? Хулиганистым, книжным? Нет, не хулиганистым, точно. Книжным, так, средне. Вот, задумчивым, наверное. Задумчивым? В себе? Ну да, наверное, так. Не разговорчивый особо был? Нет, разговорчивый. Ну, вы учились как? С тройки на четверки? Нет, тройки у меня не было. Серьезно? Пятерки, четверки, да. Ну, как в школе без троек, а? Нет, тройки не было. Нет? Ну, я гуманитарий, я не технарь, поэтому мне очень тяжело давались физика и математика. Там у меня были четверки, но это так было натянуто. Вы брали прям вот зубрежкой? Ну, наверное, да. Почему рок-музыка пришла в вашу жизнь, ворвалась, я бы сказал? Ну, получилось такое время, мое поколение, вот, мы вошли в 90-е годы подростками, и тогда это было очень было, ну, действительно, актуально и интересно. Протестно? Ну, да, об этом все говорили, этим все увлекались. Тогда были звезды русского рока, вот они как раз сияли. Цой? Цой, Кинчев, Гребенщиков, все вот эти. Это ваши идолы были? Ну, не совсем. Я потом их, как бы, так сказать, переступил и увлекся уже англо-американской музыкой, вот, так сказать, к корням. Мы потом от русского рока совершенно так отказались от его наследия, вот, даже пели на английском языке, но так, в общем, многие делали, странно, что и сейчас тоже это, но сейчас, сейчас это можно объяснить, а тогда это вообще было необъяснимо, быть как настоящие рок-звезды, что ли? Рок – это протестная музыка, конечно, это протест. Вы протестный человек? Протест какой? Политический, социальный? Социальный, может быть. Такого не было, нет, такого не было. Протест, скорее, я бы сказал, какой-то духовный. Душевный. Да, мы сами того не понимаем и не углублялись как-то глубоко, но действительно это был духовный поиск, как я сейчас понимаю. И это был протест против, ну, вот, окружающих тебя действительности, которая была очень порой такая жестокая и уродливая даже, так скажем. Вот, поэтому мы искали какой-то, вот, там, Пятый океан, какую-то мечту. И в итоге этот поиск меня, как бы уже сразу так, Александр, чтобы он привел в сферу уже религии, потому что здесь искусство заканчивается, и уже потолок, а дальше начинается этаж религиозный. Поэтому мой переход вот к области религии, он был такой закономерный, в общем-то. Ну, не все рок-музыканты, простите, идут в монахи. Не все. Религия и вера – это, между нами говоря, разные вещи. Есть человек верующий, есть религиозный. Я так понимаю, по крайней мере. Я бы не разделял. А вы не разделяете? Да, это близкие понятия, ну, в общем-то, можно их как синонимы употреблять. Я сижу в реке с топорами чужими, вижу все короты от чужой лезвики, и кутят моря и куман на реке, и куман на реке, и куман на реке, и куман на реке, и куман на Рог, обычно, как у обывателя, такой ассоциативный ряд идет. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Все через запятую. Все это было? Ну, разумеется, да. В той или иной мере было. Это доставляло удовольствие, это давало адреналин? Да. А как вы встретились с Богом? Очень трудно это объяснить, потому что нам трудно порой объяснить какие-то материальные вещи, физические такие, которые можно штангенциркулем измерить. Даже это трудно нам объяснить и найти общий язык. А объяснить то, что касается человеческого сердца, ну, это тем более трудно. Бог познается по действию в душе, говорит один святой преподобный Силуан Афонский. Поэтому у каждого это происходит лично, индивидуально, в глубине сердца, и этот опыт порой трудно словами передать. Если кратко, я со временем уже выкристаллизовал такую свою форму, формулу, то есть проще всего это объяснить такими словами. Пережил мировоззренческий кризис, который привел лично меня. А ваш кризис из чего-то был соткан? Да, из других кризисов, допустим, творческого в музыке. Ну, неизбежного творческого человека. Какого-то жизненного, потому что наступил период взрослой жизни. Ну, что говорят люди, нас же смотрит большая аудитория, что вот вы вчера были лидер группы ОВАД, успешный, такой на волне, а потом поставил гитару и говорит, все, ребята, до свидания. Люди, кто меня знали, почти все, они не удивились. Серьезно? Кто близко вас знает? Да, правильно, я так и знал, что этим все закончится. Вот так сказали, да. А почему? Ну, потому что, видимо, это было уже и раньше. Я искал чего-то большего. Порой, да, среди, скажем, компаний рок-музыкантов, наверное, смотрелся как белая ворона, может быть. А может быть, ну, вот видите, тот же, допустим, Кенчев или Петр Мамонов, они тоже же пришли к вере по-своему. Так что я в этом ничего странного не вижу. Сколько лет вы приняли решение постричься в монахе? 29. 29 лет. Это было трудное решение для вас? Да, непростое. Сомневались? Да, конечно. Что стало последней какой-то, наверное, каплей, штрихом, что вы все-таки приняли? Там же обратной дороги нет, да? Ну, ты понимаешь, что в конце концов нужно взрослеть и делать какие-то ответственные поступки в своей жизни. Не застревать в детстве, а двигаться дальше. В общем, я так подумал и решился с Божьей помощью. Это очень трудно, монашество, по моим ощущениям. Но вот так между нами говоря, угомонить плоть в 29 лет, я даже не могу себе это представить. Не знаю. Допустим, я вот сейчас смотрю на семейную жизнь, мне кажется, это очень трудный путь, семейный путь. И я искренне просто удивляюсь некоторым людям семейным, которые в браке живут и несут этот крест, супружество, достойно. Это не меньше подвиг, чем монашество. Может быть, даже более тяжелый. Есть такое мнение. Да ладно, это счастье. Если в любви какой-то крест, это просто радость. Вот вы это так понимаете, так же для кого-то монашество, понимаете? Для меня монашество – это счастье и радость. Ну, крест, да, безусловно, без этого нельзя. Просто есть у кого-то призвание к семейной жизни, у кого-то к монашеству. Потому что каждому нужно найти свое. Вы нашли свое? Да, я полагаю, что да. Всегда это понимали или были минуты сомнений? Честно. Естественно, были. Я думаю, что это тоже нормально. Даже у святых, у великих святых были минуты человеческой слабости, колебаний. Это нормально. Говоря светским языком, вы сделали карьеру. Вы стали игуменом, настоятелем монастыря. Но по моим таким соображениям, монастырь – это такой совхоз. В большей степени, в меньшей, со своим хозяйством, укладом, крутящимися шестеренками жизни. Это трудно? Управлять всем этим? Ну, непросто. Организмом? Да. Да. Приходилось учиться. То есть тут нужно быть всем. И технически мыслить, и с людьми уметь. От водопровода до священного писания все знать. Да. И будучи священником, то, что касается богослужения, пастырских обязанностей, тут нужно быть всем. Естественно, таких универсалов их очень мало. Поэтому среди настоятелей, храмов или монастырей все равно батюшки к тому или к другому тяготеют. Кто-то, допустим, хозяйственник, кто-то все-таки больше духовник, кто-то миссионер, допустим, еще что-то. У каждого свое. В моем случае реализую какие-то творческие свои амбиции или, не знаю, какие-то идеи. Есть возможность их реализовать. Вот мы строим, допустим, это одно из направлений наших деяний в монастыре. Мы строим колокольню, другие монастырские здания. Мне нравится этим заниматься. Благостроением, строительством. Здесь и искусство, и архитектура. Но музыкант не умер до конца в душе? Нет, потому что первые 10 лет у меня в монастыре моим основным пастушанием было клирс. Я был регентом хора. Как раз пригодилось то, что я закончил музыкальную школу и знаю. Знаю нотную грамоту и все. И у нас был в то время неплохой очень состав хоровой. Как проходит Ваш день? Ваш среднестатистический день? Мы встаем в 3.30. У нас в 4 часа начинается полуночница. Это первое богослужение, с которого начинается новый день. Потом утренняя, потом литургия. У нас не каждый день литургия. Служба заканчивается примерно в 7 часов. Потом у нас завтрак идет. Для желающих, не для всех. Потому что кто-то завтрак, кто-то нет. Потом небольшой перерыв. Можно поспать, можно чем-то заниматься своими делами. В 9.30 мы выходим на послушание. Это так называется всякая работа в монастыре. То есть в зависимости от способности, талантов. Кто-то на коровник идет, кто-то на кухню, кто-то на стройку. У нас еще есть пасека, есть пекарня в монастыре. В час обед. После обеда снова мы трудимся. В 17 часов у нас вечерняя служба. Вечерняя по вечере. Потом в 19 часов ужин. И в 21 час у нас отбой, так сказать. Ну или по-нашему умолчание. Удар в колокол раздается монастырский. И все братья разбредаются по келям. И каждый уже в келе, исполняя свое келейное правило, и ложится спать. Вы когда в последний раз ели мясо? Наверное, где-то в начале нулевых годов. То есть, условно, 20 лет не ели вообще? Ну да. Хочется? Нет. А любили мясо раньше? Да, как бы без фанатизма, как говорят. У пельмешек каких-нибудь уральских? Ну да, в принципе, да. Ну, традиция, это монашеская традиция. Монахи не вкушают мясо. Знаете почему? Нет. Считается, что с мясом животных мы принимаем их, ну, как бы, страсти. Вот эти животные страсти. Поэтому монахи мясо не едят. Они вкушают только рыбу. Рыба, как известно, она такая хладнокровная. Я не специалист, но примерно так. И страстей у нее меньше? Да, и страстей у нее нет. У нее нет вот этой крови, нет этих животных. Поэтому монахи едят рыбу, молочный продукт, яйца разрешаются. Но мясное и птицу не вкушают. И не пьют крепкий алкоголь. Вино можно? Вино, да. Если вас окликнут сегодня мирским именем Сергея, Серега, я не знаю, как угодно, обернетесь? Ну, бывает такое, какой-нибудь старый товарищ встретится на улице и такой, о, Серега, привет. Конечно, в таком случае оборачиваешься. Но это имя не умерло? Ну, конечно, так меня называют или мои родственники, которые все-таки во мне видят Сергея, сына, брата. Или очень старые друзья, вот, да, из прошлой жизни. Ну, вы не смущаетесь? Нет. Ваши родственники как восприняли ваше решение, честно? Мать особенно, вот, для меня важна. Ну, мама с пониманием, конечно, ей было тяжело. Она все-таки, как и всякая мама, хотела, чтобы были внуки. Папа вообще, конечно, в штыки воспринял, да, даже так. Как чудачество какое-то. Ну, да, как чудачество, как сумасбродство какое-то. Но он был человеком своего времени. Тогда людям такие установки давали по отношению к церкви, что от них просто трудно многим отказаться. Я до сих пор с этим сталкиваюсь. То есть он вообще не мог это воспринять, как это мой сын и поп. То есть разницу между монахом и попом трудно было объяснить. Для него это, конечно, был шок. Но постепенно и он как-то с этим смирился. Ну, вот, к сожалению, не успел принять он святое крещение. Мама сегодня приняла. Она даже гордится, может, по-своему. Да, я полагаю, наверное. Но церковь, монастырь – это лечебница. Люди идут туда со скорбями лечить душу свою. С чем приходят к вам люди? Приходит в основном, когда какая-то проблема у человека. У нас богатый опыт накоплен в нашем монастыре. Статистически, конечно, на примерно 100 человек, пришедших в монастырь, действительно ищущих Бога, ищущих спасения души, будет несколько единиц. Единиц? И сотни. А остальные? Остальные, там разные есть категории. Есть просто люди, которые хотят найти крышу над головой, то есть решить элементарную какую-то проблему хлеба насущного. Перезимовать, условно. Как там, загаситься там где-нибудь, перекантоваться. Есть люди, которые приходят решить какую-то свою проблему. Допустим, алкогольную зависимость. Или наркотическую. Или что-то не сложилось в семье, или там еще что-то, или потерял документы. То есть, конечно, это люди, они не ищут монашества, следования за Христом. У них какая-то проблема, которую нужно решить. Житейская, социальная. Да, и они думают, что в монастыре им как-то поможет. Кому-то мы, конечно, оказываем помощь ситуативную, может быть, даже, да, в решении их проблем, тех же алкогольных, допустим. Но все-таки монастырь не для этого существует. Для этого есть специальный, и у нас в епархии есть, там, душепоучительский центр для алкогольно-наркозависимых. Есть социальный отдел, есть какие-то еще там специализированные церковные структуры. Монастырь – это все-таки такая община, которая старается в идеале реализовать евангельский образ жизни. То есть, как вот Христос и апостолы. Всякий монастырь существует по образцу вот этой первой общины евангельской. Игумен и ученики, да. Так понимали святые отцы монашеский образ жития. Но и мы стараемся... Ваш монастырь – это сколько монахов вообще, сколько человек, из чего он состоит, хозяйство там, что... У нас, ну, примерно 25 человек всего, насельников. Из них монахов у нас 8, послушников пятеро. Это те, кто готовится к монашеству, на испытательном сроке находятся, на подготовительном. И трудники, так называемые. Трудники – это те, кто поступили в обители и в будущем хотят тоже поступить на монашеский путь. Но среди них есть и те, кто временно пришли потрудиться в монастырь, как волонтеры. Вот в случаях, о которых я сказал. То есть, какие-то проблемы, какие-то временные трудности. Есть паломники. Ну, допустим, человек приезжает, отпуск провести в монастырье, потрудиться. Есть такое? Да, есть такое. Если человек православный, воцерковленный, то мы не отказываем. Есть хозяйство у вас там? Вы сами на полной автономии живете фактически? Да. Что у вас есть? У нас... Хвалитесь. У нас есть ферма. Молочная? Да, у нас шесть коров дойных, плюс там телята, куры. Есть у нас пасека, примерно 40 ульев. У нас опытный пасечник, монах Петерим, он этим занимается. Мы вывозим на медосбор улики в край, в какой-нибудь район, там, в Яковлевске или в Чугуевку. На медоносы? Да. На июль, на август. А так они у нас в монастыре... На русском просто неблагоприятные условия для пчеловодства. Туман и влажность. И у нас пекарня. Мы печем сами хлеб, выпечку, там, всякие кексики, печеньки. У нас их покупают наши паломники, ну, и мы для себя печем. Вот такие у нас три промоста, плюс строительство. Огородами мы вот как-то не занимаемся. Сколько попыток не предпринималось, как-то вот не пошло у нас. В основном люди городские приходят в монастырь сейчас. Не очень хорошие условия, там, глина на русском. То есть как-то этим заниматься, это нужно... В общем, сама жизнь показала, что проще-то выехать, купить на оптовой базе, заготовить продуктов, допустим, там, овощей, там, на зиму. Вы бываете несправедливы по отношению к окружающим? Да, бываю. Порой, да. Потом раскаиваешься. Трудно раскаяться? Ну, нужно уметь это делать. Нужно уметь признавать свои ошибки. Порой, да. Вам это удается? Пытаюсь, да. А бывает, нет, гордыня? Не, не, это страшно, не. Нужно уметь смирять себя. Какие качества характера или душевные качества, как угодно, вам мешают? Часто был недоволен собой, что у меня не хватает какого-то внутреннего порядка. Может быть, потому что вот все-таки я как бы из разряда творческих людей, но вот не хватает мне вот какого-то упорядочения, даже хотя бы просто навести порядок на рабочем столе. У вас беспорядок? Ну, да. Разброса у нас некая есть? Да. Не совсем прямо такая уж, прям страшная. Творческая. Но некоторая беспорядочность есть, и я не могу, допустим, четко режим порой соблюдать. Вот с этим мне сложно. Какие качества помогают? Мне сложно себя судить. Ну, может быть, то, что я все-таки готов идти на компромиссы. Я считаю, что нужно уметь это делать. То есть, конечно, здорово быть таким куском гранита, но когда ты с людьми работаешь, мне кажется, это очень тоже важно. Мне кажется, что в этом мудрость какая-то. У вас есть друг в полном смысле этого слова? Я считаю, у меня много друзей. У меня много было друзей в жизни, и я благодарен Богу, что... Сегодня есть такой человек? Да, и не один. Из числа церковных людей? И церковных, и мирских. И с мирским тоже есть, можете, если проговорить достаточно глубокие вещи. Интересно. Вы чувствуете себя счастливым по своим ощущениям? Ну, не знаю. В каком смысле? Ну, счастье – это же миг, вот бывает, фрагмент счастья. Да. Ну, я понял. Я вот, допустим, в 90-е годы, последние годы до унастыря, я вот постоянно ощущал себя несчастным человеком. Правда. Правда? Ну, да. Конфликт какой-то внутренний был. Ну, как многие творческие люди, вот ты в каком-то кризисе, в каком-то депресснике, в поисках каких-то вечных муках. В мнениях, в метаниях. В мнениях, в метаниях. Сейчас, мне кажется, у меня, слава Богу, этот период миновал. Да, и, наверное, я счастливый человек. Могу себя таковым назвать. Хорошо. И последний вопрос, я люблю им заканчивать свое интервью. Чего вам хочется от этой жизни? Сейчас в сознании всплыла фраза «прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Хороший ответ. Ну, наверное, да. То есть, для этой жизни это вполне нормально. Но для будущей хочется так, чтобы не было страшно на страшном суде. Спасибо. Сегодня о самом главном и интересном, о единственной земной, поправляюсь, земной человеческой жизни мы говорили с настоятелем Свято-Серафимовского мужского монастыря, что на русском острове, отцом Климента. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok